Юля, хочешь? Души мне роли Дубль один Единственная возможность, как мы могли снимать это видео Это либо Если я проснусь рано И у Юли все еще будет адекватное время Либо Юля будет ложиться поздно Но у меня будет адекватное время Потому что у нас разница 10 часов И что вы думаете? Любовь к расстоянию Как вы можете видеть, у меня время адекватное А у Юли розовая лампа Поэтому Юля, спасибо тебе огромное Мне кажется ли, у меня лицо в темноте? Ну да, немножко Отстой А как так? Ну потому что Маш, физика нет Ты против света стоишь Тут нет света Ты видишь, что здесь был свет? Сегодня нет света Если ты повернешься У тебя, блядь, ну Маш Сколько бывшим ты уже написала на время карантина? Внимание, карантин лично у меня длится с 14 марта Ни одному Слушай, ну я как бы, наверное, первую неделю вообще убираю Потому что первую неделю мне казалось, что все не так уж и как бы жестко будет Но я написала как бы много кому из своих ухажеров Вот так вот я могу сказать Окей, off the record Я не хочу, чтобы ты говорила про то, что ты шла, нарушала Хотя у вас нет официального карантина Ты хотела сказать о том, что ты ходила с сексом заниматься? Да А, окей, тогда давай Хорошо, ты сама Тогда это не off the record Но типа, если на меня накинуться, они имеют полное право Я прекрасно понимаю, какое это такое Вот чего я не понимаю Вот чего я не понимаю Почему в России не введено официально чрезвычайное положение То есть мне как малому бизнесу не платят, да? Чрезвычайного положения нет Но при этом людей останавливают Но поебаться я поехать не могу Да Да Объясни мне Я искренне не понимаю Что происходит сейчас в России Блядь, девочка моя Мы можем как-то, не знаю, день начать с каких-то полегче вопросов Вот мне понравилось Мы начали с того, что ты спросила, сколько бывшего я написала Я сказала, что не одному Прекрасно едем дальше Один раз Я один раз выехала, окей? Хочешь, я тебе скажу У меня должен был быть секс Я должна была нарушить чёртов карантин Это была вообще первая, наверное, неделя Но первая неделя здесь Она уже была такая Здесь люди сразу очень серьёзно это воспринимали И есть парень Который со мной встретиться хотел очень давно И мы с ним переписываемся очень давно Но я ему зачем-то сказала Что он предложил мне встретиться У него посмотреть фильм Тот факт, что я с кем-то потенциально могла встретиться Его настолько это испугало Что он такой Я думаю, это плохая идея У меня уже планы Бла-бла-бла И я просто в лоб у него спросила Ты что будешь, что я тебе заражу? И он такой Ну да Я такая Окей, ладно Никакая там тебя пусси Какая бы она тайт и прекрасной не была Не заставит сейчас нарушать людей карантин Так это же прекрасно, нет? Это на самом деле очень круто И я бы То есть если бы мне сейчас парень сказал Давай встретимся Я бы сказала Сказала Нет, чувак То есть мне сегодня написал один парень Который сказал, что я бы приехал из Сан-Франциско Когда все это закончится Поедим с тобой мороженого А когда он у вас закончится, непонятно Ну на данный момент у нас стоит 15 мая Но я знаю, что в России все это намного будет дольше Поэтому крепись, Юля Как только откроется мостик Маш, заткнись Я тебе пришлю игрушек Серьезно? Да Сука, это было на камере Хорошо Я с удовольствием тебе пришлю все игрушки Подожди Подожди, ты сказала Подожди У нас отпечатают офис Да, это я слышала У них отпечатают офис, если что Подожди Ты сказала Да, я пришлю А потом ты пропала Ты сказала За твои деньги Я тебе сверху еще положу денег Я не откажусь Си миллионы Из монополии положу тебя Как у тебя вообще настроение? Сейчас так себе Сейчас Вот прямо сегодня Но это все, о чем я могу говорить Это то, что прямо сейчас Сейчас так себе Я не пила кофе уже несколько дней У меня есть крыша над головой Я снимаю здесь жилье Когда Она снимает здесь жилье Хотела бы трусики Я благодарна за крышу над головой И за вид И за то, что ты белая Ментально прямо сейчас так себе Я очень скучаю по тебе Юля, по тебе я скучаю Катастрофически Ужасно скучаю по тебе Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Значфи Fucking Почему ты скучаешь? О, что мне очень хочется Это реально просто Свои крыши над головой Мне очень хочется свой дом Иметь и хочется И хочется Секса Я никогда в жизни Так сильно не хотела Две вещи Две вещи Дом охуительный Пиздатый дом Типа, чтобы там Заха ходит Бла-бла-бла И хуй Это базовая потребность человека Самая базовая И кофе, просто хороший кофе Я очень соскучилась по варке кофе Ладно, всё, рассказывай теперь ты как Как я уже говорила тебе вчера в разговоре Я изучаю Как бы самые нижние уровни русского трагизма Я слушаю группу Кровостока Я не очень хорошо, на самом деле Выгляжу-то я, может быть, окей Выглядишь ты роскошно Но... Я не очень хорошо, потому что У меня не получается Во-первых, у меня есть проблемы С самоорганизацией Они у меня всегда были И сейчас, когда Нет какой-то ежедневной рутины Когда тебе нужно куда-то выезжать У тебя есть обязанности, бла-бла-бла То есть как бы они все остались, только они есть дома И тут важно Иметь очень такой Наработанный навык самоорганизации Короче, настроение не очень Я готова со всеми Своими любимыми членами семьи И разосраться Даже с собакой и с кошкой Я, кстати, я не знаю, что было бы Ну вот я сейчас месяц жила с двумя девочками Это было так классно У нас была привилегия друг друга не видеть И видеть в очень такие... Ну, в моменты, когда мы работали вместе Захотели посмотреть фильм Захотели не видеть Когда вам было комфортно Мне очень понравилось с ним быть К сожалению, вот сейчас я одна И я тебе скажу Одиноко То есть вот передо мной Где-то числа 16 марта Ну, стоял выбор Я могла поехать к маме в Англию Домой И я подумала, что Три месяца Быть с родителем Я не знаю, каково это Потому что я с мамой Вообще ни с кем не жила Очень давно Ну, не скажу, что я поменяла свое решение Но мне намного более одиноко, чем раньше Значит, ментально мы в говне Это вы поняли Хорошо, физически ты как-то занимаешься? Сексом? Нет Спортом Спортом? Блядь, Маш У меня нормально это получалось сделать Типа на вторую или третью неделю И я даже типа питалась нормально И с режимом у меня все более-менее было окей Но мне что-то очень себя сложно заставить И, конечно, мне тяжело Потому что у меня очень сейчас высокий уровень присутствия в соцсетях Как будто бы, ну, типа, знаешь Типа все как бы, ну, типа спортом занимаются Там ведут правильный образ жизни И все такое Это офигенно Это реально клево Вот Иногда мне становится от этого немножко не по себе Потому что даже несмотря на то, что я очень много рефлексирую на эту тему И понимаю, что вот это как бы их жизнь Это то, что они транслируют в соцсети Это как бы, блядь, вообще другая история И реально легко начать себя как-то убивать за то, что ты там недостаточно активный Недостаточно продуктивный Короче, мне кажется, должен быть какой-то баланс в том, чтобы и не слишком себя жалеть И не слишком, знаешь, там позволять себе просто отдыхать все время 24 часа в сутки Но при этом и не убиваться Не считать, что ты должен сейчас быть самопродуктивным Должен там успеть написать книгу Успеть сделать подкаст и все такое И лучшее тело своей жизни вдруг приобрести Мне очень сложно взять себя в руки и все такое Но мне кажется, что по, допустим, тем же самым моим социальным сетям Может показаться, что, ну, у них там Ну, все равно что-то я там делаю, все такое И у меня там есть работа интересная И там, не знаю, друзья и бла-бла-бла Какая-то жизнь, все такое Нет, я хочу это сказать на камеру, чтобы было понятно, что Что стоит за кадром? Я действительно нихуя не делаю Мне очень сложно сейчас делать что-то правильное и взять себя в руки И я не знаю, где причина, где следствие Но я просыпаюсь очень поздно Я просыпаюсь пиздец как поздно Я ложусь очень рано под утро Я выпиваю регулярно И пускаю дым, скажем так Я для себя решила, что я не буду сейчас пить и принимать ничего Потому что я очень много ела конфет И то есть до того ела, что они перестали, блин, на меня действовать То есть я это говорила Ты людям объяснишь Короче, есть такая вещь Есть такая вещь Очень легальная здесь, в штате Калифорния, где я сейчас нахожусь Называется Edibles Это конфеты с травой Правильно сказать с травой? Не только с травой, но Edibles это собирательное для всего Типа Edibles могут быть конфеты с грибами, например Это то, что тебя расслабляет Вот конкретно те, которые я ем, они тебя расслабляют И если, когда ты это нерегулярно принимаешь Тебе и одной может хватить Я стала есть ежедневно по три Одна конфета — это начальный уровень, так скажем Две конфеты — это такой уже более продвинутый И две плюс — это уже такой advanced уровень для, типа, продвинутых употребляющих людей Я стала принимать три конфеты Да, три конфеты Стала принимать по три каждый день И они перестали в какой-то момент вообще работать И в один из вечеров я съела восемь И, ну, тогда они сработали Типа восьмая уже сработала И стала тоже пить регулярно Потому что просто чтобы расслабиться И какие-то там все эти тревоги убирать Но поняла, что очень легко подсесть Очень будет, скорее всего, сложно выйти Не зря, как бы, существуют такие вещи, как наркомания и алкоголизм Все же Поэтому Поэтому дети не курите Не зря Господь Бог создал наркоманию и алкоголизм Бля Маша Слушай, ты давай что-нибудь еще рассказывай Я пока напишу брату, чтобы он принес мне вина Мне нравится такой сервис Сообщения, от которых мне также очень тяжело Это сообщения, типа О, у тебя, наверное, сейчас такие продажи Твоя сфера же сейчас, типа, в буме Что в карантине Все хотят секс-игрушки И первую То есть вот ровно до карантина Вот как первая неделя не была Вот эта нерабочая Это когда было, типа, с 27 марта, по-моему Ввели первую вот эту нерабочую неделю Тогда мы уже закрылись До этого наш март был самым прибыльным месяцем То есть это действительно было так Кейса заработала намного больше, чем предыдущие все месяцы Но мы закрылись И сначала мы закрылись по собственной инициативе Ну, почти Просто мы уже понимали, что карантин И нужно минимизировать контакт людей с людьми Продлили до конца месяца уже следующего Нерабочую неделю, извините, не карантин Наш офис опечатали И мы, как бы, ничего не можем делать И это просто, ну, больно от того, что Твой проект от тебя В какой-то мере забрали, закрыли И ты не можешь ничего сделать И учитывая, что эта индустрия действительно Очень нужна сейчас людям То есть, серьезно, если бы не мои вибраторы Если бы не мои игрушки Я бы с ума сошла Юля, я не шучу У меня три вибратора Сейчас только на столике лежат При кроватном Я только и успеваю заряжать их Потому что, ну, я бы, правда Я бы просто дохла от того, чтобы У меня нет даже оргазма, банально Подожди, а ты руками никогда не, ну, типа Ты вся с игрушкой мастурбировала? Нет, не всегда Но мне всегда в комбинации нравится То есть, это может быть Я начинаю руками, продолжаю вибратором Заканчиваю руками Все вибратором Я потому что очень давно С вибратором вообще не заряжаю Ну, типа, у меня есть один Фанфэктори Ой, она замерзла Сколько ему лет? 14 Я пользуюсь вибратором Но я его не заряжаю Я пользуюсь им, типа, разряженным И для меня это, на самом деле Открытие одной из последних Потому что Мне кажется, что Как бы, так как нет этой сильной вибрации Я думаю, что это все как-то в комплексе произошло Типа, опыт там со всякими разными партнерами И потом вот, ну, как бы Возврат, грубо говоря, к игрушкам И действительно, когда нет этой, ну, типа Сильной, постоянной, бесперебойной вибрации Именно от игрушки Я как будто бы стала Чуть более, что ли Ну, чувствительно К стимуляции каких-то зон И не к такой активной стимуляции И мне по кайфу Да, но как Лубнин говорил Лучше не привыкать вообще К одному типу стимуляции Никакому Чтобы как раз Не привыкал мозг Ну, потому что мозг ленивый Может, если задействовать пальцы Всегда, когда задействуешь пальцы Всегда лучше Я скучаю по таким, ну, банальным вещам Рутинам Выходить, блин, за кофе За продуктами По танцам очень скучаю И по спорту скучаю Ну, короче Ну, простые желания довольно Самые обычные желания Да, да А есть что-нибудь такое Что-нибудь такое странное Типа странненькое Почему ты скучаешь Понятно, что все хотят выйти В город Там, не знаю Проехаться на метро Или там на привычном Общественном Ну, на привычном транспорте Купить себе кофе Посидеть на веранде Вот это все А есть что-нибудь такое Блядь, странное Как бы Что вот Вот, сука Что тебя делает личностью А не копии из Пинтереста Хотела, кстати, потом сказать Про этот жест кое-что Потом А что это означает? Я думала, это пить, нет? А, ты вот так сделала? Нет, я думала Я про этот жест Но я хотела просто про него сказать В контексте Дейтинговых приложений А, окей Хорошо Потом расскажешь Что Сейчас скажу Что если я лайкаю Как бы чувака У которого есть вот такая вот фотка Это значит, что я Блядь Уже просто надежду потеряла Это значит, что я Как бы I hit my Lower level Как бы Вот это вот Если я вот лайкаю чувака Вот с такой фоткой Это значит, что я Очень, блядь, хорни Очень Все Я готова стену выебать А, типа если его фотографии Мы говорим сейчас не про эмоджи в описании А его фотографии с таким жестом Да Окей, окей, окей Потому что я думала, это какой-то там сигнал Специальный С этим Для азиатов нет Потому что я тебе говорила Я впервые, когда Я долго не могла понять Когда я установила Тиндер Много лет назад Что такое BBC Я не понимала Что такое BBC Почему парни пишут это В своих просьбах Да Сказали, что такое BBC для людей Да, знаю А что у тебя сейчас за звук был? Это я пукнула Нет, это наверху кто-то Нет, наверху кто-то мебель Двигал Так вот Нет, нет, переведи Чтобы просто было понятно из контекста Биг Блэк Кок Большой черный член Большой черный член Почему говоришь, что ты, а неловко мне? А я тебе рассказывала, как тут вот есть пенек Я тебе рассказывала про пенек? Бля, это очень смешно Как тараканы трахались и упали в фонтан Короче, вот Не в фонтан Подожди, просто Два таракана Короче, один таракан Залез на пенек На второго таракана И они стали заниматься Всякими шаловнивыми делами И вдруг они просто... Подожди Просто я почему-то так смеялась Потому что ты в своей... Когда ты мне скинул сообщение Ты в видео сказала Они занимались сексом И для меня это почему-то было так смешно Потому что тараканы Как бы они спариваются Но ты сказала, что они занимались сексом И мне показалось, что это очень смешно Смешно и немножко грустно Потому что не ты занималась сексом Я думаю, что вот этот парень с лофтом Он, блин, сломается И... Ну, блин, он йогой занимается Мне кажется, он очень терпеливый Короче, я думаю, что он все равно... Короче, я думаю, что все равно... Да, я в карантине уже больше месяца Я заслужила немного секса Ладно, нет, это слишком эгоистично Все сейчас в карантине Бутылка от белого вина И я решила, ну как Стеклянная бутылка Я буду туда воду наливать И хозяйка дома искренне думала, что я... У меня проблемы с алкоголем Потому что я все время хожу с бутылкой вина Она не... Я просто постоянно хожу такая У бассейна вяжу А, я вспомнила Короче, я пиздец, как давно хочу пойти в тир Просто пиздец Я хочу пострелять И первое, что я сделаю после карантина Это я запишусь в тир И пойду, блин, стрелять Теперь меня две Две меня против тебя одной Бич Что ты читаешь сейчас? Сейчас я читаю... Я на днях дочитала... А, точно, я знаю, что ты читаешь На днях я прочитала сказ Взлеты и падения Маленькая баба-яга Мне ее посоветовал мой друг Анатоль Очень милая сказка Про... Про... Знаешь, про доброту И про то, что Ты никогда не ошибешься, если ты будешь делать правильную вещь А сейчас, да, я читаю книгу, которую я нашла здесь на полке Называется Взлеты и падения Адольфа Гитлера Ну, она просто Историческая книга То есть это намного интереснее, чем учебник по истории Но, по сути, это просто такая, ну, историческая книга с картинками Еще у меня на полке следующая книга Раскраска по физиологии В общем, все, что выхожу, я считаю О, это офигенно Да, и еще у меня здесь журнал был очень крутой Я тебе, кстати, по-моему, должна обладать, сканировать Или кто-то, кто-то Ну, сфоткать просто хотя бы Да, да, Vanity Fair 2000 года с Хитом Леджером Очень крутой выпуск Это, сейчас, я хочу даже просто показать Количество страниц, внимание Я тебе рассказывала про Хита Леджера Это, да, все потрясающе, но Про Роберта Даунин-младшего Да, да, внимание Начинается Вот, это год, когда он сидел Он, по-моему, три года сидел в тюрьме Вот, раз, страница И вот эту фотографию сделал его Как называется, инмейт? Это как переводится? Сокамерник Вот, сокамерник его сделал, эту фотографию И, раз, раз, два Девять страниц истории, которые даже не история с обложки А потрясающе написано Очень интересно Очень многих людей интервью брали Типа Шон Пен и прочие люди, которые с ним работали Параллельно брали интервью У него брали интервью из камеры, я так понимаю И фотографии тоже на поларод сделаны И очень круто написано И вот, крутая журналистская работа И про фото Леджера тоже я с большим удовольствием прочитала Мне всегда грустно смотреть его фильм Мне всегда грустно про него читать просто Потому что у него грустная история А я досмотрела сегодня Озарк Сериал На Нетфликсе? О чем он? Да Я все время открываю Нетфликс, это первое, что выходит О чем он? Слушай, Озарк — это криминальный сериал Если описывать как бы основной сюжет Это не спойлер, просто это, ну, короче, главная линия Это про такую американскую семью, супербелую Которая отмывает деньги для мафии, для наркокартеля И я помню, что когда я его начала смотреть Мы тогда встречались с Климом И мне только выписали антидепрессанты И я помню, что я попросила на работе неделю как бы отгула Потому что я знала, что первая неделя адаптации к препарату Она очень, ну, она может быть непредсказуемой И что здорово, если у тебя есть возможность находиться дома в это время Вот, и я помню, что все это время, всю неделю Что я вот как бы, ну, была дома, привыкала к таблеткам Я лежала вот так вот Вот так вот Клим включал сериал на своей Маймаке Я лежала в кровати И я, мне кажется, всю ту неделю вот так вот пролежала и смотрела Озарк И я просто охуел от этого сериала, на самом деле Потому что на тот момент два сезона вышло Да, два сезона Мы его посмотрели залпом Бля, слушай, ну это очень клевый сериал С точки зрения того, как там раскрыты все персонажи Особенно, ну, третий сезон, как бы, я думаю Я тоже, ну, как бы, это не будет считаться спойлером Но в третьем сезоне просто охуительно, невероятно раскрылись все женские персонажи То есть, как бы, было понятно уже, что в этом сериале есть и будут сильные женские персонажи Но в третьем сезоне был просто какой-то прям Короче, это клевый сериал Несмотря на то, что это скорее, я бы сказала, такой более экшен сериал То есть, там нет какой-то, наверное, вот этой драмы То, как раскрыты персонажи там, это прям, не знаю, охуенно И мне очень нравится, как снято красиво Все в таких цветах То есть, ты советуешь? Я очень его советую, если вообще ты любишь сериалы Если тебе окей смотреть сериалы, типа, про криминал, скажем так Я буквально вчера досмотрела, сегодня точнее, досмотрела The Irishman с Робертом Де Ниро Аль Пачино Три дня, чтобы посмотреть этот фильм Потому что он длится три с половиной часа А я посмотрела недавно Джентльмены, говорите Очень смешной, очень смешной Ты смотрела comedy specials на Netflix Да, конечно, но я Пита Дэвисона, если ты про него не смотрела Нет, я про него не хотела говорить, но я его тоже смотрела А, ну, не знаю, я люблю Пита, и я посмотрела Я не уверена, что мне было бы смешно, не будь я уже инвестирована в Пита Как в SNL персонажей, там, в человека, в комика На мой взгляд, самый-самый-самый смешной человек И самый смешной comedy specials это Дэйв Шапелл Все его Какой именно? Ну, последний я охуела Последний в частности И... Ну, это Sticks and Stones Боже мой, какое крутое вступление было в этом У меня выходит коллаборация с Organic Kitchen И представляешь, мне сейчас... Опять новая? А, я знаю её Да, с сосной I got it from my mama Кстати, если говорить про косметику Давай Секундочку О, господи А, я сегодня буду снимать обзор Мне нужно прислать Organic Kitchen видео Но проблема в том, что у меня нет этого крема здесь Потому что я в Лос-Анджелесе Локдаун, все дела И невозможно мне прислать даже этот крем быстро Вот, поэтому мне придётся по воспоминаниям всё делать Второй подарок, который мне прислали, как инфлюенсерки Ага Ты понимаешь, что тебе не нужно рекламировать то, что тебе присылают? Почему? Я за что билась последние сколько лет? Что то, что тебе присылают, это не равноценно, что тебе нужно это рекламировать Ну, кстати, да Но мне очень понравилась косметика Окей, класс Реально Рекламирую на своём канале Ну, и это как бы, ну, это полноценная работа Ну, брать бренды на коммерцию Да Чтобы просто в неё говно не полетело Это работа, люди за это получают деньги Люди как бы это нормально отрабатывают, всё такое Вот, а я просто беру и врываюсь реально в её говно Более того, мы когда работали с Пай Кстати, в какой-то момент мы как-то очень перестали работать с Пай Может, ты свяжешь меня с бренд-менеджером? Ты пропала, я сейчас тебя не слышала Ну, давай поработаем У нас сейчас просто одна штучка запускается, но почему я вообще про тебя не подумала? Потому что мы для этой штучки хотим Подожди, ну подожди Это штука, которая привязана к Москве и Петербургу Окей Кстати, what a minute? What a minute? Это отсылка к Фарреллу Они у меня всё это время здесь были? Ладно, я не это хотела сказать Я хотела сказать Хуеть, ты носишь две пары очков в одном чехле? Очень responsible Между ними этот А где он? Короче, между ними обычно Тряпочка Да, тряпочка обычно Да, но я что хотела сказать Что мы с Пай, я не помню, мы всегда так делали или нет Мы всегда Ты мне всегда отчёт прислала по продажам Поэтому я всегда особенно ответственно относилась к вашей работе Потому что я знала, что у меня будет ждать в конце отчёт по продажам На самом деле, если говорить про такие уже более профессиональные штуки То очень часто эти отчёты по цифрам, они как бы Короче, не всегда нужно смотреть на цифры в конце Если у тебя в начале есть задача посмотреть на цифры, ты, конечно, смотришь на цифры Знаешь, что, Маш, я на чём себя поймала? На какой эмоции, на какой мысли? Так как я стала появляться у тебя на канале, у меня очень стала быстро расти какая-то моя медийность И сейчас, допустим, у меня почти 10 тысяч подписчиков и подписчиц Что очень много И ко мне действительно приходят уже, ну как бы, и не только бренды Мне начинают писать какие-то люди, которые предлагают мне что-то с ними сделать Ну, типа, не знаю, съёмку или там ещё что-то И это всё очень прикольно, это всё необычные опыты, клёвые И я скажу честно, мне нравится Я тоже сниму Когда мне дарят подарки клёвые компании Это очень приятно, но при этом параллельно я что замечаю? Я замечаю, что у меня начинает расти уровень тревожности, связанный с тем, с моим, как бы, social media статусом Понимаешь, да? Нет, тревожность из-за чего? Ну, допустим, я, понимаешь, меня никто не заёбывает, не говорит мне Ой, блядь, Юля, где пост? Где пост, сделайте пост Но у меня ощущение, что пока я не сделаю обзор, условно, на вот эту банку Пока я не сделаю пост с этой вазой в главной роли Я как бы не, не, ну, я не могу уйти из социальных сетей Я поняла тебя, это скорее, да, тревожность, я бы сказала, начинающих блогеров Не уверена, что она у меня когда-то была Просто у меня изначально была такая тактика Самый первый бренд, которому я написала Самый первый бренд, с которым я начала работать Это был бренд, которым я сама написала Это был Benefit Я им сказала, я вас люблю, я вами пользуюсь Я хочу снять с вами видео Пришлите, пожалуйста, мне вот список продуктов Следующий бренд, который ко мне обратился Они спросили, какая стоимость рекламы Я пошла к своему отчему Он понимает в бизнесе Я сказала, вот, они спрашивают, сколько стоит реклама Я понятия не имею, сколько стоит моя реклама У меня тогда было 40 тысяч подписчиков И он просто математически посчитал Он мне придумал формулу, по которой я высчитала свой первый гонорар И все оставшиеся я просто стала увеличивать от той цифры В зависимости от количества подписчиков и просмотров Так как я довольно быстро стала на это смотреть, как на бизнес И понимала, что нужно продавать Я никогда не чувствовала вот этого какой-то ответственности Я всегда очень любила контракты Поэтому я всегда могла сказать, типа Show me, покажите мне контракт Я помню, вот была история, когда Я об этом никогда не говорила Блин, на самом деле это офигенно Мне кажется, что тебе, может быть, нужно отдельно вообще снять выпуск Я хочу отдельно снять видео У меня уже написаны пункты, типа, советы блогерам В плане... Понимаешь, я о чем еще сомневаюсь? Не то, что сомневаюсь Нет, я думаю, я могу много информации дать Много полезной информации о том, как успешно там и П как вести И что тебе нужно делать Как составлять письма, бла-бла-бла-бла-бла Но история, о которой я никогда не говорила Я всегда была Найки-девочкой Даже до того, как мы стали с ними работать Потому что Найки всегда делали 42,5 размер обуви И однажды... Это было самое начало моей карьеры Мне Adidas хотели прислать кроссовки И самое смешное, что я обожаю эти кроссовки Это вот единственные кроссовки, которые у меня не Найки И я их дико люблю Это Adidas Originals белые И когда мне... То есть я их с удовольствием приняла Я их с большим удовольствием ношу Я с ними фотографируюсь, но не отмечаю Но я помню, мне тогда менеджер написал, что Когда мы можем ожидать пост Я им сказала, что мы не договаривались о посте И как бы все равно правда на моей стороне Как ни крути, правда на моей стороне здесь Мы можем говорить о том, что там это... Ну в смысле так дела не делаются Мы же вам подарили, но мы говорим о бизнесе А я рекламная площадка по сути Что делать, это работай Я рекламная площадка Блогер — это рекламная площадка Вот Не было ни контракта, не было договоренности Даже письменно, что мы вам кроссовки А вы нам пост Было просто Мария, здравствуйте, мы хотим вам подарить кроссовки Если вы хотите пост, пишите сразу, что вы хотите пост Если мне сейчас пишут бренд, что вот выходит там новая коллекция масок По уходу за кожей Хотим представить, чтобы вы рассказали о нас в своем инстаграме Я сразу пишу сейчас, что я с удовольствием возьму на обзор Если мне понравится, я расскажу Но сразу вам гарантировать пост я не могу На самом деле это супер правильно Потому что мне кажется, многие даже представительства больших компаний Типа Adidas, ну как бы представительства в России Они думают, что в целом есть такая проблема Что как бы в нашей полосе считается, что ну мы же договорились Как бы Мы же руки пожали друг другу Это очень русская тема Да, но это не очень здорово Потому что это не позволяет рынку и индустрии сформироваться И на самом деле это нужно делать Нужно формировать и рынок, и индустрию Должно быть все прозрачно Как бы люди, подписчики, фолловеры и так далее Они должны понимать, что вот это была купленная реклама Вот это была не купленная реклама И как бы чем больше этой прозрачности Тем на самом деле и лучше для обеих сторон Да, вот допустим я могу говорить как заказчик со стороны пай Я понимаю, что мне допустим сложно эмоционально Наверное, да, в первую очередь Когда я прихожу, например, к каким-то исполнителям Каким-то талантам И там говорю, например Слушай, ну вот смотри, такой объем работы Как думаешь, сколько денег тебе за это нужно заплатить? И очень часто талантливые, очень талантливые ребята Становятся в позу и говорят Ну, я не знаю, а какой у вас бюджет на это? То есть я понимаю, что человек с одной стороны боится Что если он сейчас скажет слишком мало, то он продешевит С другой стороны, если он сейчас скажет слишком много То я могу сказать до свидания, аривидерч И это большая проблема Потому что страдают все, страдают заказчики Которые не могут никак контролировать процессы Которым самим нужно на ходу выдумывать правила И страдают исполнители, которые, блин, блядь, не знают себе цены Хотя на самом деле, как бы, они имеют право много денег за это просить Потому что это хорошая работа Да, я тебе больше скажу, что очень часто это тоже Я не знаю, это русская тема или нет Люди почему-то забывают о существовании такой простой вещи Как переговоры Как вот эти negotiation Что если ты... Я, наоборот, лучше скажу сначала больше И бренд мне скинет Последний раз в январе бренд этот ко мне пришел Я им назвала цену И они сказали Так, это для нас, типа, это высокая цена Но давай То есть давай мы добавим количество постов к этой цене То есть пакетом таким ты это нам продашь Вот, я сказала Это количество постов слишком большое для такой суммы Давайте уменьшим Оно будет больше изначально ваших запросов Но меньше вот от того, что вы сказали И это нормально Так это и работает Это так и нужно Очень часто с российским брендом бывает так, что сразу сливаются Нет, моя любимая фраза Это мы поговорим с руководством И ты знаешь, что ты больше никогда от них ничего не услышишь Никогда Слушай, а у тебя вообще много было зарубежных брендов? Именно зарубежных, полностью англоязычных В большинстве случаев есть представительства всегда в России Например, Форио Дэниел Уэллингтон Найки Полностью зарубежный Бёрбери был Ох, моя гордость То есть это было все Это я в долларах, по-моему Или в фунтах получила Гонорары Это полностью было на английском Я просто переживаю всегда, что мы с тобой как будто бы не раскрыли темы до конца Хотя мы с тобой под конец стали расконяться И подняли на самом деле офигенно интересные темы про вообще бизнес изнутри И как бы, ну мне кажется, что это, во-первых, полезно Во-вторых, это всегда клёво, если мы можем с тобой такие вещи обсудить Если мы с тобой можем обсудить не только BBC Я тебе говорила, что я хотела на свой даре приехать в Калифорнию Ну, в Валей Да, да, в сентябре Ну, удачи Как думаешь, это у вас, мне кажется, не получится? Нет, этого не будет Меня смешит, когда люди сейчас планируют на лето себе каникулы в Сицилию Ребят, нет Максимально, мой совет реально сейчас всем, и меня включая, это просто старайтесь максимально адаптироваться Адаптироваться, адаптировать работу, образ жизни, общение Не забывайте про своих близких Звоните им Не звоните своим бывшим Не звоните мужчинам, которые... Не звоните... Которые разбили вам сердце Которые разбили вам сердце, я серьёзно В надежде, что, наверное, всё-таки... Вот он же тогда мне написал вот такую вот штуку Вот всё-таки это же не спроста он мне это написал Нет, спроста Я надеюсь, что мы выйдем из этого более сильными Более приземлёнными, человечными, благодарными Слушай, может быть, мы просто могли бы с тобой, пока мы на карантине, мы могли бы с тобой подкаст сделать Бля, Маш, ты что сейчас пытаешься сделать? Какие-то мудрые слова сказать на прощание, да? Это много кому хуёво Давайте просто скажем всем, что мы... Скажем все вместе, что мы, блядь, ничего вообще не понимаем, что происходит Нам всем очень страшно Мы очень устали Мы... Оказывается, мы просто букашки Букашки, которые хотят простых вещей Трахаться, кофе и пойти на танцы Ну, серьёзно Ну, блин, ну, нет У нас бывают мысли такие прорывные Но, честно говоря, как бы хочется сказать, что... Я ребёночек Я ребёночек Я тоже ребёночек Но при этом всем, конечно, желаю Сексу Блядь, сил Да Силушек С тобой на связи, я тебя очень люблю Я люблю всех вас, спасибо, что посмотрели это видео Слушай, ну давай просто не пытайся из себя выдать что-то, типа, такое подбадривающее, мудрое Просто скажи, бля, мне охуёво хочу ебаться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!